Праздничная литургия по случаю дезаименинства владыки Филарета прошла в домовом храме в честь Всемилостивого Спаса, что располагается в здании Барышского епархиального управления. Это здание построили всего пять лет назад, а его архитектура сильно выделяется на фоне двухэтажного барыша. Епархиальное управление – одна из наиболее масштабных строек, которую епископ Филарет завершил за последние годы. Кроме всего прочего, среди главных заслуг архипасторя – полное восстановление Жадовского монастыря и строительство Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Индии. Ежедневная молитва и богослужение – вот что должно, по мнению владыки Филарета, украшать любой приход. Вот и в день своего ангела-хранителя он собрал священников Барышской епархии, чтобы вместе помолиться на праздничном богослужении. По ходу литургии владыков наградил секретаря Барышской епархии протеерея Александра Егорова правом ношения креста с украшением. Замы сербой труды, правом святой нашей церкви, наградается правом ношения креста с украшением. Поздравить владыку Филарета вместе со священниками пришли и немногочисленные, но постоянные прихожане. Каждый из них представлял целую группу верующих. Вместе со своим архипасторем они вознесли сугубые молитвы святителю Филарету. Впереди много славных дел. Сейчас в епархии активно идет глубокая реконструкция старинного свято-труицкого кафедрального собора Барыша. Но помимо этого работы у предсвященного владыки еще, как говорится, непочатый край. Дмитрий Горин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.